Привет, друзья! С вами Кирилл, и мы продолжаем учить английский. Изучение иностранного языка — это бесконечный процесс, в ходе которого каждый день можно узнавать интересные вещи, повторять уже пройденный материал и совершенствовать свой уровень языка. Часто английский язык кажется сложным. Множество времён, неправильные глаголы, фразовые глаголы, предлоги, идиомы, артикли и так далее. Но в некоторых аспектах он может быть гениально просто и лаконичен. Я говорю о тех случаях, когда одно короткое слово помогает выразить полноценную законченную мысль и сделать речь естественной и ёмкой. Давайте рассмотрим топ-30 суперпростых фраз английского языка, которые обязательно нужно знать каждому и смело употреблять в разговорной речи. Открывает хит-парад полезная фраза Это значит, что интернет не работает. Wi-Fi не работает. Мой компьютер с утра не работает. Пункт номер два. It's over. Здесь, я думаю, все догадались. Это предложение значит конец, когда что-то закончилось. Our vacation is over. Наш отпуск закончился. The game is over. Игра закончилась. Is the meeting over? Собрание закончилось? Слово over часто употребляется в контексте увядших романтических отношений. I'm over you. У меня к тебе больше нет чувств. You're still not over him. Ты его всё ещё любишь. Пункт четыре. Something is up. Эта фраза значит, что-то случилось, что-то происходит. Её можно сказать, когда вы хотите оповестить собеседника о том, что что-то идёт не так, как обычно. К этому же случаю относится и такое предложение. What's up with him? Что с ним? Почему он как-то себя нетипично или странно ведёт? Следующая фраза весьма интересна и полезна. He is up to something. Это значит, что он что-то задумал. Он собирается что-то предпринимать. What is he up to? Что он замышляет? Что он задумал? Мы можем употребить слово up, говоря о том, что отведённое на какое-то действие или игру время закончилось. Time's up. Время вышло. Следующая фраза суперпростая. She is up. Это значит, она встала, она проснулась. I was up late last night. Я вчера ночью долго не ложился спать. Пункт 8. It's up to you. Ещё одно распространённое значение up. Когда кто-то принимает решение по какому-то вопросу. It's up to you. Значит, ты решай. Ты принимаешь решение. Или делаешь выбор. Решение за тобой. It's up to you, whether you believe it or not. Тебе решать, верить этому или нет. В следующем диалоге можно наблюдать ещё один случай употребления слова up. Do you wanna go out tonight? Yeah, I'm up for anything. Хочешь сегодня вечером куда-нибудь сходим? Да, я за любое предложение. Я готов на всё. И ещё один пример. I know it's a challenging task, but I'm up for it. Я знаю, что это непростое задание, но я готов его выполнить. В этих примерах up выражает готовность и желание выполнить какое-то действие. Теперь рассмотрим случай употребления слова on. Например, диалог. Мне нужна помощь с посудой. Я возьмусь. Я помогу. Будет сделано. Такая фраза выражает ваше согласие и стремление взять на себя какую-то обязанность или выполнить задание. Пункт номер 11. У меня с собой нет денег. On me. С собой, при себе. В этом случае on также можно заменить на with. I don't have any money with me. Следующая идиоматическая фраза очень распространена. The dinner is on me. Если кто-то говорит её вам, значит вам повезло. И вас бесплатно, а возможно даже и вкусно накормят. Ведь это значит «я плачу за ужин». The drinks are on me. Я угощаю выпивкой. Слово on также может значить, что что-то включено или в эфире. Как в следующих примерах. What's on tonight? Что сегодня вечером по программе телевидения? The radio is still on. Радио всё ещё включено. All the lights in the house were on. Во всём доме был включён свет. Ещё одно значение фразы с on, когда запланированное действие всё ещё в силе. Планы не отменены. Are we still on for tomorrow? На завтра всё в силе. Is the meeting still on? Наша запланированная встреча состоится? Пункт номер 16. Фразы со словом through. Are you through with your project? Это значит, ты уже закончил свой проект. Let me know when you are through with the computer. Дай мне знать, когда закончишь с компьютером. Where do you think you're going? I'm not through with you yet. Куда ты собрался? Я с тобой ещё не закончил. Выражение to be through with something значит, закончить или покончить с чем-то. Семнадцатым пунктом рассмотрим очень распространённое в английском языке выражение. To be about to do something. Собираться, намереваться, вот-вот сделать что-то. She's about to start her own firm. Она собирается открыть свою собственную фирму. I was just about to call you. Я только собирался тебе позвонить. Фраза 18 суперкороткая. I'm out. Это значит, я не буду в этом участвовать. Я отказываюсь принимать участие. Также такое предложение может означать «я пошёл», «я ушёл». I'm out. Ещё одно полезное выражение. To be out of something. Когда что-то закончилось, когда нужно пополнить запасы чего-то. We're out of ideas. У нас больше нет идей. I'm out of sugar. У меня закончился сахар. Пункт номер 20. Также очень распространённая фраза. I'm off to bed. Это значит, я пошёл спать. She's off to Rome tomorrow. Она завтра уезжает в Рим. Выражение to be off to some place значит уезжать, уходить в какое-то конкретное место. Следующее предложение. The wedding is off. Значит, свадьба отменяется. Когда что-то запланированное ранее off, значит, кино не будет. The meeting is off. Встреча отменяется. Следующий случай употребления слова off нужно запомнить всем. The washing machine is off. Стиральная машина выключена. All the lights in the house were off. Весь свет в доме был выключен. Следующие примеры, которые мы рассмотрим, будут со словом after. The police are after you. За тобой гонится полиция. She's after his money. Она охотится за его деньгами. Когда кто-то гонится или охотится за кем-то или чем-то, используем выражение to be after someone or something. Случай номер 24. Такая лаконичная, но емкая фраза. I'm in. Это значит, я участвую. Я за. Я поддерживаю идею. Например. Who wants to go hiking this weekend? I'm in. Кто хочет пойти в поход на этих выходных? Я за. Другие примеры. Are you in? Ты участвуешь? Who's in? Кто за? Фраза he's not in yet значит, он еще не на месте, не в своем кабинете, например. Mr. Smith is not in today. Мистера Смита нет сегодня на работе. Выражение to be into something значит увлекаться, заниматься чем-то, любить что-то. He's into jazz music. Он увлекается джазом. Если вы услышите такую фразу, I think she's into you, это значит, я думаю, ты ей нравишься, она на тебя запала. Следующий случай. Who's behind it? Это значит, кто за этим стоит. Кто мог повлиять на эту ситуацию? I don't know who's behind this decision. Я не знаю, кто стоит за этим решением. To be behind также значит отставать, не успевать идти по плану или по графику. I'm behind on my project. Я не успеваю подготовить проект. My kid is a little behind in reading. Мой ребенок немного отстает по чтению. Мы приближаемся к концу хит-парада. Фраза I'm completely against it значит я категорически против этого. To be against something – быть против чего-то, не поддерживать какую-то идею. He's against racism. Он против расизма. Завершает сегодняшний урок выражение to be away. Это значит быть не на месте, уехать куда-то. He's away. Он уехал или ушел. My boss is away in business. Мой начальник в командировке. Если вы вспомнили еще какие-то фразы, которыми можно дополнить этот список, пожалуйста, напишите их в комментариях. Я надеюсь, этот урок был для вас полезен. Если это так, ставьте палец вверх и оставляйте внизу свои комментарии. Под этим видео размещены ссылки на мою группу ВКонтакте и Инстаграм, в которых происходит много всего интересного. Спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok